Дело в том, что еще в прошлом тысячелетии трудами многих исследователей, в том числе в какой-то мере даже моими собственными, установлено все известные нам недостатки социализма – это прямые или косвенные следствия слабости тогдашних информационных технологий. Когда это стало окончательно ясно, мне удалось подсчитать, к какому моменту развитие информационных технологий снимет все ограничения на пути социализма. А опять же из прошлого века точно подсчитано, какие именно математические средства нужны для того, чтобы обеспечить социализму превосходство, причем по некоторым показателям многократное превосходство над капитализмом. Вот мне удалось подсчитать, к какому моменту будет достигнута необходимая технологическая мощь. Оказалось, что это будет довольно скоро, где-то в пределах с 2022 по 2025 год. А также мне и нескольким моим коллегам удалось определить, какие именно исследования необходимо провести, чтобы в полной мере воспользоваться этими возможностями, когда они появятся. То есть коммунизм мы увидим не как в 80-е годы, а в 25-е? Нет, это будет не коммунизм, а именно социализм. В чем разница? И коммунизм, и социализм в равной мере опираются на то, что каждый трудится по способностям, а общество предоставляет каждому максимальные возможности для развития и использования способностей. В этом коммунизм и социализм сходны. Но различаются они тем, что при социализме каждый получает в меру своего труда, ну там есть нюансы относительно того, как именно эта мера определяется, но это именно нюансы, не меняющие сути. Тогда как при коммунизме каждый получает по потребностям. Другое дело, что сами потребности тоже нуждаются, как ни странно, в тренировке. В каком смысле? Ну, есть такая французская поговорка о жадности – глаза больше живота. Так вот, понятно, что если глаза больше живота, то никаких ресурсов общества не хватит, чтобы удовлетворять потребности человека. Думаю еще, как в старом анекдоте, что не съем, то понадкусываю. Потребности тоже должны быть воспитаны. Должно быть у каждого человека воспитано чувство понимания того, что ему нужно. Как сказал в свое время Шауль и Родионович Вениаминов, более известный нам как апостол Павел, «Все мне позволительно, но не все полезно». Вот, к сожалению, этого чувства меры, отмеченного еще апостолом, у многих нет. И более того, в некоторых формах рыночного общества, в том числе и в нынешней, наоборот, считается, что человек тем лучше живет, чем больше явно ненужного он может себе позволить. А ведь раньше же вы отстаивали либеральные идеи, насколько я смотрю по вашим публикациям. А в какой-то момент произошли изменения этих взглядов на консервативные. Как это объясняется? Более того, во многих отношениях я и сейчас остаюсь либералом. Но беда в том, что под этим термином сейчас объединены два совершенно разных учения. Классический либерализм был, по сути, исследованием того, какие именно формы свободы личности совместимы с благополучием общества. Каким образом общество может обеспечить эти свободы и каким образом оно может в этих свободах почерпнуть дополнительные ресурсы для развития общества в целом. А вот либертарианство, современное учение выросших в какой-то мере из либерализма, это в конечном счете стало учением о благотворности, неограниченной свободы личности безо всякой оглядки на общество. И вот я либералом, пожалуй, остаюсь по сей день. А либертарианцем довольно долго был. И действительно, у меня есть множество публикаций, показывающих, каким именно образом из неограниченной свободы личности может в определенных обстоятельствах проистечь благо для общества. Но в середине 19 века английский философ и экономист Джон Стюарт Джеймсович Милл пришел к выводу, если бы человек мог предвидеть сколь угодно отдаленные последствия своих действий, то он, исходя из своих собственных эгоистичных интересов, действовал бы альтруистично. У нас эту теорию разумного эгоизма популяризировал Николай Гаврилович Чернышевский. Так вот, главная проблема тут именно в предвидении сколь угодно отдаленных последствий. Оказывается, что на самом деле человек способен предвидеть далеко не все. И именно поэтому общество вынуждено ограничивать свободу личности в конечном счете на пользу той же самой личности. Ибо, как показывает и теория, и мировой опыт, неограниченная свобода личности без предвидения отдаленных последствий разрушает общество в такой степени, что это отражается и на той самой личности, что действует свободно. Более того, есть такое понятие в науке – несводимость. Что это такое? В общей теории систем говорят, целая больше суммы своих частей. То есть каждый новый уровень сложности структуры порождает закономерности, не сводимые напрямую к закономерностям ниже лежащих уровней. То есть формально-то свести можно. Скажем, формально химию можно всю вывести из уравнений квантовой механики. И более того, для некоторых простейших свойств элементов и хода реакции такой вывод проделан и совпал с экспериментом. Но расчеты, требуемые при этом, столь громадны, что несравненно проще изучать химию экспериментальным путем и уже из этих экспериментов выводить новые закономерности, которые теоретически можно, а практически не получается свести к квантовой механике. Аналогично, вот то самое предвидение, сколь угодно отдаленных последствий, оно тоже, в принципе, наверное, возможно, а на практике человек не может проследить все последствия своих действий, проходящие по всем цепочкам взаимодействий внутри общества. Общество – это новый уровень сложности, опять же, не сводимый к личности. И ошибка либертарианства именно в том, что оно пытается рассмотреть общество просто как сумму личностей и прямых взаимодействий между двумя личностями, тогда как на самом деле вот эти самые межличностные взаимодействия в свою очередь влияют друг на друга и образуют такую систему переплетенных взаимодействий, что свести ее к личностям невозможно. Поэтому реально ни один человек, в принципе, не может соответствовать идеалу Милла, потому что никто не может предвидеть сколь угодно отдаленные последствия своих действий. И именно поэтому либертарианство заходит в тупик, потому что оно требует от человека решения заведомо непосильных задач. А когда либертарианство упрощает до формулы «делай, что хочешь, и пусть будет, что будет», оно, естественно, приводит к разрушительным последствиям. Вот когда мне удалось просчитать и осознать всю эту цепочку взаимосвязей и цепочку уровней сложности систем, тогда я и отказался от классического либертарианства и перешел, вернулся к тем учениям, которые рассматривают общество в целом и уже с точки зрения общества в целом обращаются к личности. Сразу же скажу вам, что пройдя по довольно обширному спектру таких учений, я в итоге пришел к выводу, что лучший из них – это классический марксизм, хотя он тоже, естественно, нуждается в серьезных доработках и дополнениях, хотя бы потому, что во времена самих Маркса и Энгельса та же общая теория систем существовала разве что на уровне смутных философских рассуждений, а сейчас она достаточно серьезно формализована, и опираясь на этот формализм, можно очень многое уточнить в марксизме. Аналогично, во времена Маркса не было теории вычислений и понятия вычислительной сложности, поэтому задачи планирования Маркс и Энгельс представляли намного более простыми, чем есть в реальности. Во времена Маркса не было теории рефлексии, а эта теория, судя по всему, при дальнейшем своем развитии может позволить нам составить алгоритм целеполагания, то есть исходя из всего доступного нам набора сведений о обществе в целом и людях в частности, определять ту цель, движение которой принесет обществу и людям наибольшее благо и наибольшее развитие. – Анатолий Александрович, давайте перейдем к другим вопросам, потому что я чувствую этот вопрос для целой книги. Тем не менее, я думаю, она у вас есть. – Собственно, пока книги как таковой нет, но есть сборник статей, где рассматриваются различные аспекты этой проблемы. Он вышел в мае 2014 года под названием «Чем социализм лучше капитализма?». – Недавно я сдал в издательство сильно дополненное издание этого сборника, но думаю, что вот те, то, что я вам сейчас рассказывал, скорее всего, послужит поводом еще для многих. – Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому!